Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о ходе реализации национальной стратегии устойчивого развития страны на период до 2017 года. Сегодня мы расскажем вам об особо охраняемых природных парках в Кыргызстане. Кыргызстан является приверженцем зеленой экономики. Ее спутниками являются экология и окружающая среда. В стратегии устойчивого развития обозначена новая государственная политика в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Одной из ее главных целей является рациональное использование природных ресурсов и сокращение негативных экологических последствий при экономическом росте. Поэтому в последнее время большое внимание уделяется развитию природных территорий. А теперь поговорим об особо охраняемых территориях более подробно. с заместителем директора госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Нурланом Джумаевым. Нурлан Кадырович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько необходимо вот такие особо охраняемые природные территории создавать? Может быть, это и не обязательно? Цель, задачи при образовании, создании сети опыты – это сохранение уникальных природных комплексов, сохранение природных экосистем, и чтобы мы сохранили в первозданном виде животное, растительный мир и передали нашему будущему поколению. При создании таких территорий с какими проблемами вы в основном сталкиваетесь? Основная проблема, во-первых, это местное сообщество, то есть местное население, которое привыкло пользоваться территориями, то есть это традиционные методы пользования землей, это пазьба скота, сенокошение, в настоящее время еще идет туризм. Наша егерская служба охраняет порядке 14,5 миллионов гектаров территории, а у нас по штатной единице всего лишь около 60 человек работает. Это огромная территория и какая-то колоссальная нагрузка. В лесной службе, где наши лесники именно охраняют, там на каждого работника лесника, то есть приходится охранять, мы в порядке в среднем до 3 тысяч гектаров. Также проблема идет, когда вот, например, наши специалисты задерживают браконьера, проблема в том, что при составлении соответствующих протоколов и актов, это необходимо, чтобы присутствовал какой-то свидетель, вот это наша проблема. Проблема с нашей спецтехникой, потому что браконьеры, сами знаете, это хорошо оснащенные, да. Кто уходит в браконьерство, это те люди, которые действительно обеспечены, у кого все есть, специальная техника, специальное вооружение, вот наша проблема в этом. У нас как бы в оснащении техники у нас чуть хромаем, но над этим мы работаем тоже. Это надо охранять данную территорию совместно с местным населением. Сообща ведем охрану наших территорий, это есть специальные в районах молодежные движения, которые нам помогают, оказывают силу, там тоже совместно выходят на рейды. И проводим мероприятия, создаются специальные бригады и проводим мероприятия по охране наших лесов и охотничьих угодий. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, когда особо охраняемые природные территории используются пастбища, строительство или в этих районах находят полезные ископаемые, месторождения полезных ископаемых. В этих случаях что предусматривается законодательством нашей страны? Есть ли такие случаи в вашей практике? Хороший вопрос. В заповедных зонах у нас все запрещается. В национальных парках у нас есть специально принятое, утвержденное правительством положение, где мы определяем зоны, где можно вести, скажем, пастбуз кота, сенокошения, где можно проводить туристические мероприятия и заповедные зоны, то есть где зона ограничения. Если на данных территориях нашли полезные ископаемые, тогда специальным решением правительства только эти земли отчуждаются и передаются для разработки данных месторождений. Последний пример есть, это вот у нас Сурматарский заповедник есть, там нашли месторождение золота, это месторождение колдово. Сейчас вот решение проявится, данная территория как бы перешла для данного пользования. Андрон Кадырович, скажите, а что сегодня угрожает существованию охранных территорий? Ну, основной угрозой существования наших особо охраняемых природных территорий – это человеческий фактор. Это незаконный выпас скота, незаконный сбор лекарственных растений и трав, ягод, сенокошение и незаконное строительство. А скажите, вот в национальной стратегии устойчивого развития страны, какие вот отмечены задачи и что на сегодня день уже выполнено? Один из приоритетов является это сохранение, расширение сети особо охраняемых природных территорий. И согласно этого приоритета, нам была поставлена задача, согласно этой задачи, мы проработали и утвердили решение правительства и образовали новые ОПТ на территории Кыргызской Республики. Там была задача была увеличить сеть ОПТ до 7% от территории нашей страны. Сейчас у нас 7,7%. Сейчас мы находимся на территории природоохранного парка Хантенгри на высоте около 4000 метров. И сейчас я хочу поговорить с директором парка, узнать о задачах, особенностях этой местности. Коеншпик, скажите, какие главные цели и задачи стоят перед вашим парком? Основной задачей нашего парка является сохранение биоразнообразия, флоры, фауны, бассейна Сарджас. В этом году, по данным погранслужбы, на территорию парка было повещение 6000 туристов. С следующего года мы начнем теперь с туристов за повещение парка. Установлены антимонополии, ценами будут они теперь уходить. У нас на этот день 4 обхода. 4 это лесничество. Вот в адресторском лесничестве, когда мы диких животных проводили учет, там всего прошли 23 годы. Только это барана Маркопола. До 95-го года баран Маркопола где-то 100-158 годы на счет. Скажите, почему возникла идея открыть парк именно в этой зоне? Вот в чем особенность этой местности? Особенность нашего государственного природного парка – это основная гора Хантенгри. Это труднодоступный пик получается. И последние вот эти 4 года приезд туристов именно на территорию парка очень большое количество получается. Здесь уникальность у нас есть эндемические растения. Больше нигде не растут, только у нас в бассейне Сарджаза. А какие животные здесь? В основном белый барс, снежный барс, баран Маркопола и сибирский козерог. У нас есть рысь, кабан находится и козуля. Скажите, часть местных жителей была недовольна открытием этого парка. Почему они были недовольны и как решили эту проблему? Причина возмущения была в том, что когда парк открывали, местное население думало, что вот эти пастбища все перейдут в парк и что уже пастбища там не будет. Но в дальнейшем мы народу объяснили, что пастбища также остаются, скотина также будет выходить. И потом уже местным генешам они передали на территорию парка. Как вы сотрудничаете с местными жителями? В чем заключается их помощь? Чем вы им помогаете? Мы сейчас совместную работу ведем в основном с джамотами, местными джамотами. О охране и защите природы. Вот с ними у нас сейчас контракты с ними, не контракт, договора с ними заключаем, соглашение, чтобы совместную охрану вести. И в основном местные жители помогают, которые именно чабаны, которые здесь живут. Они уже видят, что вот этот ежегодно теряется популяция именно Козерога, именно Снежного Барса. Скажите, чем оснащены сегодня сотрудники парка для охраны этой территории? На сегодняшний день у меня парк составляет 129 человек. Это 4 начальника участка и 19 игрей. Мы получили бинокль, рацию полностью, мы игрей полностью обмунирование сделали. На сегодняшний день готовится строительство дом-кордонов для игрей. И мы вот сейчас объявили тендер на закупку лошадей. Это рабочие лошади для игрей. А какие проблемы и задачи приходится решать сейчас? Есть такие маленькие трудности, нюансы. Вот приезжают туристы, и от них остается много мусора. У нас, как вы видите, труднодоступный парк. И вывоз мусора очень сложный. И очень большой затрат требует. И мы сейчас вот с помощью ПРООН, с помощью агентства хотим мусорные баки установить. Мы думаем, что в будущем это будет свободный туристический парк. Мы в будущем, я надеюсь, что мы здесь еще большие новые туристические маршруты откроем. Дорогу постановим. После того, как СССР развалился, у нас тут дороги, некоторые дороги вообще не делались. И разбитые. И разбитые. Вот в будущем мы надеемся, что вот эти туристические маршруты, чтобы туристов больше привлечь, вот эти дороги, те же щиты баннерные, те же мосты, те же новые тропы открывать. Вот надеемся, что на это мы будем полностью вкладываться. За годы независимости площадь особо охраняемых природных территорий в Кыргызстане выросла почти в 2,5 раза. Государственный природный парк Хант-Ин-Ире был создан в апреле этого года. Его площадь составляет более 276 тысяч гектаров и превосходит общую территорию всех государственных парков в Кыргызской республике. Марат, вот я знаю, что вы здесь работаете уже около полугода, да? Вот как вы осуществляете свою работу? Как охраняете эту территорию? Сейчас в основном ребята на своих собственных автотранспортах ездят. Сами наливаем бензин за свой счет. В чем заключается ваша работа? Что вы делаете? Наша основная задача – сохранение биоразнообразия и снежного барса. Потому что наш парк является трансконтинентальным, поскольку здесь находятся пути миграции. Здесь у нас кочуют в Казахстан, в Китай, оттуда уже центральные Ченшанские горные системы. И поэтому наша основная задача является сохранение снежного барса. На сегодняшний день достаточно браконьеров, любителей отстрелять вот таких животных. Вот как вы ведете работу? В Хаинды, в Сараджазе, на местах у нас и местные ребята у нас работают. И вот пока у нас кордонов нету, мы пока у местных жителей живем, там же и патрулируем участки. У нас пока вот, спасибо Глобальному экологическому фонду, нашему проекту «Проон». Вот они нас оснастили сейчас летней формой, униформой, летней, зимней униформой. Плюс к нам современные вот такие венокли, фотоаппараты современные. А вот и рации? Эти рации очень необходимы в горных условиях, потому что здесь связи нету, не дай бог вдруг, если где-нибудь останешься. Вот, ну, для того, чтобы территорию охранять от браконьерства, здесь хозяйствовать совместно с пограничниками, поскольку у нас самая большая территория, наши егеря, как пограничники, они на границе всегда, на границе. У нас ведутся лесостроительные работы. Это вот мы определяем, делаем инвентаризацию, определяем точные координаты наших земель, наших пограничных соседей. После этого у нас будет зонирование участков. С Академией наук мы провели пятидневную экспедицию. С нашими егерями вместе ходили на все участки нашей территории. И вот наблюдали, визуально определяли. У нас есть видеоснимки, как наши архары водятся, как у нас следы барсов вычислили. В случае, вот, разные бывают моменты. В случае, если браконьер какое-то нарушение выявили, как правильно заполняются документы, протоколы, акты, как составляют, как изымается вот этот весь процесс, наш егерский состав обучен. А вот за полгода уже были случаи встречи с браконьерами и работы с ними? Среди народа есть информация, что парк уже создан, а сейчас уже пока случаев не наблюдалось. Ну что, желаем вам успехов в вашей нелегкой работе. Дарья Хайджи, вот вы же здесь живете уже столько лет, да? Вы же знаете, что вот полгода назад здесь открылся такой парк Хантенгри, охраняемый парк, особо охраняемый. Вот как вы считаете, вот это правильно? Вот насколько этот парк помогает населению? И вообще, какое взаимоотношение с этим парком? Я думаю, что этот парк нужен, потому что в этом парке, как бы сказать вам, занесены в Красную книгу животные. Мы должны охранять, защищать животный мир. Не только животный мир, но и у нас есть лекарственные травы тоже. И тоже мы должны даже записать в Красную книгу лекарственные травы. Вот. И открытие этого парка, мне кажется, нужно, потому что мы не только открываем это, но и для людей, и для не только людей, для молодого поколения это очень важно. Они должны очень бережно относиться к окружающему миру и к животным. Вначале депутаты Айльно Кенеша были против. Мы получили неверную информацию. Но когда мы узнали, что земля не будет продана, то рассказали жителям, что эти территории нужно охранять. Нам даже показали, какая зона будет особо охраняемая. И мы поддержали создание парка. Сейчас мы находимся в реабилитационном центре для диких животных. Здравствуйте, Сергей Викторович, скажите, сколько здесь сейчас находится животных? В настоящее время в реабилитационном центре содержатся три снежных барса. Это один самец и две самки. Содержится рысь, взрослая, 3 года возраст. Также содержатся 4 беркута, курганник и черный коршун. Это хищные птицы. А как они сюда попали? Все они были конфискованы у браконьеров. Снежные барсы попали к нам еще в 2002 году. Именно это и послужило для того, чтобы создать единственный в Кыргызстане реабилитационный центр. Выпускаете жителей? Да, мы регулярно выпускаем животных, те, которые могут жить в природе. Потому что не все животные, которые изъяты были из природы, возможно выпустить. Многие очень привыкают к людям. И их очень тяжело выпустить в природу. Например, выпускали две рыси. С каждым годом численность снежных барсов на территории Кыргызстана сокращается. Как Вы думаете, что необходимо предпринять, чтобы остановить такой процесс? Действительно происходит снижение численности. Это, конечно, в первую очередь связано и с нарушением среды обитания. Среды обитания, а также подрывом численности. Например, тот же снежный барс, он начинает размножаться только на четвертый год. То есть три года ему надо еще прожить. Те снежные барсы, которые находятся у нас в реабилитационном центре, они также получили увечья. Они от браконьеров были изъяты. Поэтому выпустить их в природу невозможно. Но, с другой стороны, это есть генетический материал. Генетический материал, который может быть воспользован в дальнейшем, например, чтобы во избежание имбридинга, близкородственного воскрещивания для зоопарков, для каких-то центров разведения. В том числе и снежных барсов. Настоящая система зеленых территорий сегодня постепенно адаптируется к потребностям современных социальных и экономических условий. Поэтому сейчас разрабатываются новые подходы, которые предусматривают развитие экономики без ущерба для природных ресурсов. Это также позволит Кыргызстану выполнять обязательства по экологической безопасности в рамках международных договоров. Продолжение следует...